Что там с конституционным судом? Какая тут возможная развязка? Победит республика или президент? Самый оптимальный вариант это была бы полная перезагрузка вообще всей политической машины страны. То есть это должна быть политическая реформа, это должна быть конституционная реформа, это должна быть в том числе завершение реформы административно-территориальной. Только в таком случае есть более-менее понятный коридор выхода из этой ситуации. Но я его сейчас пока не наблюдаю. Ну то есть да, это как бы могут быть только наши благопожелания. Да, а реально будет происходить война, причем в этой войне сейчас у действующего президента не самая лучшая позиция. Его фактически затянули в Сусимский пролив и сейчас ждут как бы его утопить там. Сможет ли он выйти из этой ситуации? Пока же только время. Для него правда стала неожиданностью такая реакция парламента на его инициативы? Я думаю, да. Почему? Потому что, насколько я понимаю, те люди, которые разрабатывали эту операцию Барбароса, они ее построили ровно на тех же принципах. Хавось, не бойся как-нибудь. Ну и соответственно мы получили результат, и теперь все, ситуация уже идет, знаете, вот в таком ключе. Не бывает Зеленскому Наполеоном Третьим. Поживем и видим. Ну а на что ему опираться? Не на что, на кого опираться, это покажет время. То есть действительно у него сейчас главный ключевой вопрос – это кадры. Кадры и, скажем, те группы влияния, на которых он может не просто опереться, а опереться хотя бы в среднесрочной перспективе. Все договоренности сейчас носят ситуативный характер, и те друзья, которые, скажем так, клятро орут на своих врагов по телевизору, на мой взгляд, не всегда являются таковыми в жизни. А представьте, Зеленский осознает, что у него оказывается есть какая-то еще народная поддержка. Может на этот ресурс каким-то образом использовать? Сейчас нет. А почему? Сейчас нет. Почему? Потому что вот у него сейчас соотношение рейтинг-антирейтинг начинается колебаться, причем не в его сторону. Ему действительно нужно сделать какой-то нестандартный, нелинейный ход, который перевернул бы ситуацию. Но сможет ли он сделать ее, учитывая нынешнюю ситуацию, я не уверен. Просто похоже на то, что он пытается сшить то, что уже развалилось на большинство в парламенте. Он просто иногда, на мой субъективный взгляд, принимает некие парадоксальные решения, которые ставят в тупик всех уже, знаете, наших зубров-игроков. И они вынуждены терять время для того, чтобы попытаться на это среагировать, я живу именно по этому ситуации, идет виткообразно. Но тем не менее, самого Зеленского могут просто заблокировать. И те его полномочия виртуальные, которые сейчас есть. И те, которые еще остаются одним из ключевых в нашей стране, говорит мне о том, что вряд ли у нас возможны в ближайшее время, в обозримом политическом будущем, где-то год, досрочные президентские выборы. Парламентские – да. Смена Кабмина – да. Опять перетрубаться и на местах – да. Президент пока нет. А что может стать казус Бейли для досрочных парламентских выборов? А так там же куча казус Бейли. Начиная от формального существования коалиции и заканчивая, скажем, кризисом в кабинете министра. Масса может быть претензий. Вот сейчас, например, если мы возьмем голосование, то мы посмотрим, что в очень редких случаях слуга народа голосует как бы монобольшинство. В очень редких случаях. Вдобавок ко всему, после принятия бюджета, вот сейчас в первом чтении неизвестно будет второе чтение, там начнется самое интересное. Кому-то опять чего-то может не хватить. Это все будут накладывать ситуации уже с протестами, знаете, профильных таких организаций. Например, там сейчас тяжелая ситуация в энергоатоме, тяжелая ситуация в металлургии, тяжелая ситуация будет в угольной сфере. Локдаун положит сферу обслуживания, в первую очередь. Массовый рост безработицы, бюджетные выплаты. То есть вопрос о том, как мы закончим 2020 календарный год, пока так и не решен. Формально нам говорят, что все нормально, даже если без кредита МВФ мы выпетляем. Но я вот недавно читал расклад одного из западных аналитиков о том, какое реальное состояние наших ЗВЗ. Так вот у нас реально мы можем воспользоваться суммой около 1,4-1,5 миллиарда долларов. Все остальное в той или иной форме находится в залоге. А Конституционный суд может каким-то образом заблокировать идеи президента о распуске парламента? Потому что, ну вспомните тоже, как было с теми досрочными выборами. Коалиции давно не существовало на самом деле, а формально она была. И тут точно так же. Ну как бы реально есть монобольшинство, а никто не может придраться к тому, что нет коалиции. Если будет принято решение о распуске Верховной Раде досрочной, то это может принять как Конституционный суд, так и, собственно говоря, это может произойти по формальной процедуре. Например, там надо будет предоставить количество подписей депутатов под коалиции. Голосование за премьер-министр. У нас же же кабинет министров не имеет иммунитета. Не имеет иммунитета. То есть может быть сначала кризис кабинета министров, а потом кризис Верховной Рады. А может президент распустить своим указом. Возможен любой вариант. Но смотрите, тот же Конституционный суд оказывается полноценным политическим игроком. То есть он вполне может усугубить любой кризис тем, что скажет, что вот это вот решение было не Конституционным. Может. Может. Я вполне допускаю такой вариант. Но в случае с распуском Верховной Рады, я думаю, что будет найден общий консенсус. Этот консенсус послужит залогом того, что досрочные парламентские выборы, если они состоятся, то они пройдут в максимально, скажем так, правовом коридоре для их подготовки. То есть Верховная Рада будет распущена таким образом, чтобы не было возможности обжаловать это решение, в том числе в судах. А пойти на коалицию суда с Верховной Радой, которая сейчас делает все, чтобы его защитить? Нет. Смотрите, это же два разных процесса. У Верховной Рады свои интересы, у судья Конституционного суда. Мы же понимаем, что Конституционный суд состоит из людей. В том числе, там, по квоте действующего президента есть, по квоте бывшего еще, те люди есть, которые назначены еще при Викторе Федоровиче. Все это говорит о том, что это два разных процесса, Сергей. То есть вопрос с Конституционным судом, это отдельный вопрос, а вопрос Верховной Рады – это вопрос отдельный, и здесь между ними союз невозможен в принципе. То есть если мы говорим о верховенстве права, то мы вообще не можем ставить вопрос такой плоскости, что значит союз. То есть эти две ветки власти, они изначально разные. Они не могут как бы… То есть тут только такой договорняк, заговор может быть разве что… То есть если мы говорим о непубличной плоскости, еще раз повторюсь, то вопрос Верховной Радой будет решаться консенсусом элиты. Когда консенсус элит решит, что это Верховная Рада все, значит, она будет распущена в течение месяца без особого шума и пыли. К чему Рослан готовится в ближайшие недели? Снова закупаться гречкой, туалетной бумагой? Долларом, у кого есть возможность. Долларом и, скажем, если у кого-то есть возможность где-то иметь пару суток земли для того, чтобы что-то выращивать, это не самый худший вариант. Почему? Потому что мы уже начинаем наблюдать приближение этого кризиса ноября, декабря, января экономического, который практически неизбежен. И здесь пандемия – это одна из составляющих. Одна, но не ключевая.